Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это не сравнение Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Я его отложу в сторону, просто расскажу в процессе обзора о том, что он очень мало отличается 13T Pro от 13T, потому что такие же точные экраны. Процессор чуть другой, но на самом деле я бы сказал, что все равно они плюс-минус очень похожи по производительности. Они фактически братья-близнецы, единственное отличие это зарядка 67 Вт и 120 Вт. Кроме того, что качество фото и видео на 13T Pro реально несколько лучше, получше. Но и 13T обычный тоже достойно справляется, кроме широкоугольной камеры. На самом деле вес 193 грамма и 200 грамм. И, конечно же, зарядка. При 5000 батарейке Xiaomi, я вас за это просто уважаю, вы большие красавчики на обоих телефонах, здесь 67 Вт в 13, а в 13T Pro 100 Вт, чтобы вы понимали, до 100% прошка заряжается вообще за 19 минут. В принципе, это все отличия, я возвращаться к этому больше не буду. Еще раз подчеркну, зарядка, которая идет в комплекте, вес чуть другой, в остальном процессор немножко отличается, экраны абсолютно одинаковые, QHD, водозащита и там, и там есть, 144 Гц и там, и там обновление экрана есть, даже пульс можно положить, палец на датчик сканера отпечатка, пульс измеряет. Это все. На самом деле, сразу скажу, вот так немножко голопом по Европам, но 13T аппарат интересный. Минусы здесь есть, я о них также расскажу, но начнем с хорошего, начнем с плюсов. Безусловно, плюс, мне нравится внешний вид. Вот недавно делал обзор на Samsung Galaxy S23 FE, и там рамки даже больше, чем на этом Xiaomi. Здесь вот как-то достаточно органично. А если телефон черный, к примеру, то тут рамок вообще практически не видно, это прекрасно. Аппарат хорошо выглядит, им удобно пользоваться, удобно держать в руке. К тому же, у меня версия с искусственной натуральной кожей, это выглядит неплохо. Я бы, может быть, даже не использовал бампер, который идет в комплекте вместе с зарядкой. Xiaomi в этом плане молодцы. Также никуда не делся, не забывают, не забивают они на инфракрасный порт. Это мелочь, но иногда может вам пригодиться. Можно, к примеру, кондиционер, либо любую другую технику с инфракрасным портом на него цепануть. Очень удобно. Сам экран 6,7 дюймов, разрешение Quad HD, это почти 500 точек на дюйм, это реально очень классно. Экран хороший, и яркость у него высочайшая. Они, кстати, вообще одинаковые, я разницы никакой не заметил. Gorilla Glass 5-го поколения защита, сочный, яркий, приятный экран. Телефонам приятно пользоваться, приятно смотреть фильмы, делать контент, смотреть контент. Просто в реальном использовании они абсолютно одинаковые, разницы я вообще никакой не заметил. 144 Гц, молодцы, реально молодцы. По батарейке, я уже говорил, 5000 мАч, 67 Вт здесь, 100 Вт там. Красавчики, конечно, в любом случае молодцы. Стереодинамики не забыты. Есть eSIM, при желании можете симку сюда загрузить в обоих аппаратах, отмечу на всякий случай. И, конечно же, водозащита. Раньше Xiaomi этим очень страдали, у них не было водозащиты даже во флагманах несколько лет назад. Во флагманах она появилась там два года назад, если не ошибаюсь. Сейчас же они ставят и вне флагманские устройства, также водозащиту IP68. Давно бы так. Samsung делает уже лет шесть водозащиту в своих телефонных середнячках. Xiaomi тоже. Хотя середнячком его назвать можно с натяжкой. По процессору. Тут процессор от Mediatek. Я не знаю, почему они перешли со Snapdragon. Причины я вижу две, честно, для себя. Не знаю, прав я или нет. Скорее всего, возможно, они обе сработали, возможно, одна из них. Первая причина – это постоянная дороговизна чипов, процессоров от Qualcomm Snapdragon. Они очень дорогие, становятся из года в год. Они подсадили на себя, на свою продукцию американскую. Они реально классные процессоры, ничего не скажешь. Есть там проблемы какие-то, но это раз в пять лет. То перегрев, то что-то еще, автономность. Но в целом Qualcomm Snapdragon всегда классная. Первая причина – дороговизна. Вторая причина – это санкции. Американцы душат Huawei, реально задавили их. Потому что и телефоны есть, конечно, но продаются они очень мало. И, возможно, это китайцы помогают сами себе. То есть Xiaomi – это Китай, Huawei – это Китай. Возможно, они просто из-за этой причины, из-за того, что санкции, и их бьют, грубо говоря, и они отказываются. Но это мои домыслы. Я не проводил какую-то аналитику, не читал. В интернете об этом много. У меня информации точно нет. Но просто я подозреваю, что либо обе причины сработали – дороговизна и санкции, либо какая-то из них была. Если есть у вас ответ на этот вопрос, реальный ответ, вы знаете, у вас есть информация. Напишите, пожалуйста, под этим роликом. В любом случае, смотрите. Mediatek Diamond City 8200 – это реально хороший проц. Мне понравился, как телефон работает. Пойдут игры без проблем. Получается, у нас 9200+, это в 13 Pro процессор также от Mediatek. Ну, на самом деле, я разницы не заметил. Троттлинг-тесты, они прошли изумительно. Всем бы так проходить. Притом, я совершенно точно могу сказать, что это флагманский аппарат. Здесь можно играть в тяжелые игры при высоких настройках. У вас не будет телефон лагать, троттлить, тупить. Это прекрасно. Это прекрасные процессоры, ничуть не хуже того же Qualcomm Snapdragon современных. И в этом плане, наверное, китайцы молодцы. Насчет цены не знаю. Каждый для себя решит сам, дорого это или дешево. Я ссылку оставлю на Яндекс.Маркет. Вы можете посмотреть, сколько такой аппарат стоит на данный момент. В России, по крайней мере. По процессору вопросов нет. Быстрый, шустрый, приятный, суперсовременный 4 нанометра. На обоих телефонах все очень хорошо. По камерам. Тут почти все хорошо. С одной стороны, я уже вот говорил, что 13 Pro он реально снимает лучше. И фото, и видео. Ну и обычный 13T я не могу сказать, что снимает как-то плохо. Единственный минус, скажу сразу, это качество широкоугольной камеры. Оно прям какое-то печальненькое для своей цены. Но это придирки. Может быть, кто-то и не будет вообще пользоваться шириком. На мой взгляд, снимает широкоугольная камера хуже, чем с основной. С другой стороны, камера с оптической стабилизацией, с очень хорошей стабилизацией. Там электронная, кстати, работает, не оптическая. Вы снимаете фактически как на GoPro или на любой, на iPhone, на Samsung, на Pixel. У вас хорошее качество будет. Особенно, если вы будете снимать 4K 30 FPS. Хорошее качество видео. Двухкратный зум без потери качества. Дальше уже пойдет потеря, но можно до десятки еще дотянуть, в принципе. И пятерка плюс 5 еще будет терпимым. Нормально, кстати, вполне. Качество будет хорошее как фото, так и видео. Ночные фотографии однозначно можно сравнить. На прошке будут чуть лучше. Но за свои деньги аппарат делает хорошие фотографии и хорошее качество видео. С основных камер. Широкоугольных качество будет похуже. В заключение могу сказать как. Большое уважение компании Xiaomi за то, что не идет на поводу у компании Apple и не убирает зарядки из комплекта. Понимаете, вот эта вся защита об экологии, это полный бред и чушь. Я допускаю, что один из ста человек, ему реально зарядка не нужна. Но не все люди меняют телефоны каждый год. Я всегда говорю. Вот если вы живете в многоквартирном доме, у вас появилась лишняя зарядка. Но вы положите ее около лифта где-нибудь. Во многих многоэтажках есть специальные места на подоконнике. Там кладут люди новые вещи. Электронику часто. Я сам что-то оставлял. И забирают. Поэтому, когда компании говорят, что мы так помогаем экологии, это чушь собачья. В этом плане я уважаю Xiaomi за то, что зарядки оставляют. Зарядка лишней не будет никогда. Плюс для меня. Плюс бампер. Это хороший комплект. Быстрая зарядка. Даже 66 ватт это все равно больше, чем у Samsung и у Apple. Это Xiaomi в этом плане молодцы. Мне нравится, что они сделали водозащиту полноценной. IP68. Телефон не страшно. Теперь уронить в бассейн. Либо даже под водой, может быть, поснимать что-то. В дождь проливной. С ним ничего не будет. Его можно промыть под водой. Единственное, в морскую воду не окунайте, пожалуйста, любой телефон. Не только Xiaomi. Но и абсолютно любой телефон. Они не предназначены. В них нет защиты от соленой воды. Это вы должны знать. Если что-то случится, гарантия не будет работать. Хорошие стереодинамики. E7, если вам нужно. Хороший экран. 144 Гц. Высокое качество изображения. Все прекрасно. Хороший процессор от Mediatek. Хорошая батарейка. Я даже не знаю, честно говоря, что в минусы сказать. Сам бы себе такой телефон я мог бы купить как основной. Кто меня смотрит постоянно, вы знаете, что периодически хожу с Xiaomi. Притом не с флагманами часто. И флагманы у меня были в личном использовании. И середнячки. Но этот аппарат довольно-таки неплох. За что стоит доплатить купить 13T Pro? Я уже говорил, но подведу итоги. Безусловно, вы получите сверхбыструю зарядку, если вы, например, путешественник. Ну, представьте, за 19 минут зарядить 5000 мАч батарею. Понимаете, это очень много. Это большая батарейка. За 19 минут это по-настоящему круто. Притом вреда батареи это не наносит. Там получается чуть лучше качество фото и видео, особенно ночные. Широкоуголка чуть получше будет. Ну, не так сказать, что прям здесь идеально, здесь плохо. Лучше, но ненамного. Вес немножко отличается. Да, в принципе, и все. Процессор, я говорил, там чуть более высокого класса, но вы этого, скорее всего, не заметите. Поэтому Xiaomi 13T получился хороший аппарат, который я рекомендую, в принципе, всем. Наверняка кто-то из вас его уже купил. Если купили, отпишите свой короткий опыт использования, другим будет полезно. На этом сегодня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид Арстайл. Подписывайтесь на канал. Всегда много интересного. Много обзоров, много влогов. У меня квартира в Ростове-на-Дону, которую я делаю. Ремонт. У меня дом на юге России с видом на горы. Все кипит, бурлит. Постоянно поездки, много влогов. Спасибо, что меня смотрите. Счастливо. Подписывайтесь на канал.